на какую-то, ну, Тимошенко. И он этот, вот так вот, выходит в сапогах, в кожаном таком этом вышел, и провозглашает на Макиско-32 создание, сначала партии Зеленского, потом какой-то там, и этот, какой-то там... А, где-то там, нескоренных Донбассов, вот такой вот с бузом человек, которым надо навести на каталке. И вот он стоит, вот так, в кожаных туфлях, и, а потом пойдет гимн Украины. Я пел гимн Украины, тоже рассказываю, каждое утро я перепевал гимн России, который был в СИЗО, украинским гимном, в 6 утра. Два раза он его включал, и я его вслух на весь пост кричал, то есть на весь там Борик Централ называл, пел гимн. А это мразь, блядь, вышел, и поет этот... А потом говорит, я назначаю заместителя, заместителя одного, второго, если заместитель назвал, и это считается партией Зеленского. Так я не поняла, он узник или он надсмотрщик? Кто он такой? Я вам скажу, если там будет все сказано, он замполит батальона Торнадо Онищенко, вы знаете Онищенко? Конечно. Который обельмас. Он замполит производитель, что же, сексуальные, всякие там оргии. И он узник в ДНР или кто? Он сидит в ДНР, за что? Он сидел. А теперь его обменяли. И он себя называет членом партии Зеленского? Да, он ячейку организовал партию Зеленского. Я там создал ячейку в Мугудородье. А, это уже после освобождения? Нет. А при этом, слушайте внимательно, это сказал когда-то. Он вот эту Таню, эту Ольгу Павловну, которая передавала помощь, она боится, что ее посадят тоже. Он берет, организует, взял телефон, узнал, звонит своей, у него, кажется, три жены. Различных жен. Меньше и меньше, моложе. Он из Макеевки. И одну из жен он заставляет пойти, пишет письмо кому? БПП. Блог. Порошенко пишет. Второе письмо написал этой мамочке. Уже попросил дядю. Какой-то там брата. Мамочка, это понятно, Тимошенко. И вот сюда он передает, а она, получается, не хочет с ним встречаться. А он выискивает, это заставляет, чтобы она писала, писали вот эти письма. Олег, а ну, у кого это? Как тебе взяли вообще? Меня взяли 24 августа на день из-за...